С покровом Пресвятой Богородицы! Это первый праздник, который был введен, новый праздник, который был введен на Руси после крещения князем Владимиром. И мы с любовью вспоминаем это событие, которое произошло в Византийской империи, но, имея незримую связь между нашими православными церквями, мы вспоминаем это событие. И хотя в греческой стране не отмечают этот день, для нас покров стал родным, любимым праздником. И начиная церковный год, вместе с этим завершая уже год гражданский, мы вспоминаем о заступлении Царицы Небесной народа Божьего. И это самое значительное, что несет с собой этот праздник. Он говорит о том, что Матерь Божия, которая после своего отшествия на небо предстоит одесную Господа нашего Иисуса Христа, Сына Ее, она непрестанно пребывает в молитве, не просто находится в блаженстве, и Ее хвалят небесные силы. Нет, она, имея огромную любовь ко всему человечеству, как отображение любви к Богу, она продолжает свою молитву до скончания истории человечества и просит Господа, чтобы Он сохранил нас от всякого зла, чтобы Он продлил наше покаяние, чтобы Он дал время на исправление, и чтобы Он защитил народы, которые чтят Его и пресвятую Его Матерь. И сегодня мы отдаем дань нашего уважения, благодарности и дань молитвы, которую необходимо высылать в небо за ту небесную пользу, помощь, поддержку, которую мы ощущаем свыше. И сегодня, благодаря Царицу Небесную, мы еще и еще раз обращаемся к ней. Радуйся радости нашей, покрый нас от всякого зла, честным Твоим амофором. И, уповая на нее, мы веруем, что она не оставит нас, наше наследие, наш народ, да и весь мир своим попечением, своей любовью и своим милосердием. Я благодарю вас за эту общую молитву. И завтра приглашаю продолжить этот праздник здесь, в Кафедральном соборе, и в храмах нашего города. И почтить Царицу Небесную своей общей соборной молитвой. Но у кого не получится завтра разделить вместе с нами молитвенное торжество, то на своих местах послушания, работы благодарите Матерь Божию теми молитвами, которые знаете, и в уме и сердце своем прославляйте ее причесное имя, ибо это благо и премудро на земле, дабы нам снискать милость Сына ее и Бога нашего, дабы Он дал нам время на спасение, укрепил нас в трудах благих и наставил на жизнь вечную. С праздником всех вас! Храни вас Господь!